ТРАССА 101 Приветствую, в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Среднестатистический российский автомобилист получает за год от 1 до 5 штрафов ГИБДД. 90 с лишним процентов взысканий, информирует издание за рулем, связанное с превышением скорости. Столько же процентов участников исследования заявили, что сумма каждого штрафа у них варьируется от 500 до 1 тысячи рублей. 99 процентов респондентов не затягивают с оплатой взыскания, получая 50-процентную скидку. ТРАССА 101 Министерство юстиции страны всерьез подумывает над внедрением упрощенного порядка взысканий штрафов за нарушение ПДД. Речь идет о случаях, когда проступок водителя фиксируется на камеру. Чиновники предлагают списывать такие штрафы со счетов граждан автоматически, без привлечения службы судебных приставов. Ранее сообщалось, что такая система может начать действовать уже до конца 2021 года. ТРАССА 101 Subaru в этом году представит в России две новинки. Во-первых, речь идет об универсале Outback следующего поколения. Модель сейчас стоит минимум 3 миллиона 50 тысяч рублей. Скорее всего, в качестве базового мотора она получит бензиновый 185-сильный агрегат объемом 2,5 литра. Что касается второй новинки, то это рестайлинговый Forrester. Каких-либо данных о нем японцы пока не приводят. Начальный ценник кроссовера в настоящее время почти 2,5 миллиона рублей. ТРАССА 101 Электромобили в нашей стране у дел в основном обеспеченных людей. Имеются в виду новые электрокары, среди которых в середине весны самым востребованным оказался Porsche Taycan с минимальным ценником почти 7 миллионов рублей. Далее, по информации агентства Автостат, идут Audi e-tron и Tesla Model 3. Всего в апреле россияне приобрели почти две сотни новых авто на электрической тяге. На вторичном рынке показатель куда больше, и цены не такие пугающие. Тот же Nissan Leaf можно приобрести за несколько сотен тысяч. ТРАССА 101 Неподкупные гаишники существуют. По крайней мере, один такой трудится в Ханты-Мансийском автономном округе. Офицер отказался от взятки в 100 тысяч рублей, которую предлагал ему водитель, уличенный в нетрезвом вождении. Предлагал, кстати, агрессивно швырнул куперы на торпеду патрульного автомобиля. На нарушителя завели уголовное дело. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания.